Здравствуйте, это опять вещает Роман Головин с Кипра, сыроедение изнутри. Сегодня мы поговорим о совместимой сыроедении и спорте. Я скажу, что сыроедение, оно совместимо и со спортом, и с длительной физической работой. Сочетается как ничто лучше, и вы при переходе на сыроедение, на это видовое питание, спокойно можете заниматься спортом. Если вы какой-то марафонец, это вам придаст силы, энергии, выносливости. И плюс еще, если вы будете добавлять соду, сода, вот я пробовал на себе, очень позитивно влияет на выносливость, силу она мне дает никакой. Я занимался бодибилом очень много лет, и на сыроедении, и продолжал заниматься при переходе на сыроедение, не останавливаясь ни на один день. И на самом видовом питании набрал около 100 килограмм, сейчас я похудел, и я так не занимаюсь, как раньше. То есть у меня сейчас другие цели и задачи на сыроедении. Когда я перешел на сыроедение, у меня вес рос очень быстро, то есть я в зале набрасывал эти блины на штанги, чуть ли не каждую тренировку, там по 5 килограмм прибавлял. И так продолжалось где-то 8-9 месяцев, пока у меня не образовалась плата. Я это связываю с тем, что я питался не очень чисто, то есть смешивал все, ел в большом количестве, хотел набрать большую массу, так как при переходе на сыроедение я терял массу. То есть я потерял около 22 килограмм, и я ел очень интенсивно, там по 5-6 раз в день, там большими порциями, все равно я хотел есть. Вот, и после того, как у меня организм все-таки очистился первоначально, я начал потом набирать вес, и я в принципе пришел к своему первоначальному весу. То есть был уже рочек, у меня даже есть где-то фотографии, потом вам покажу. Также у меня мышцы выросли, то есть мне хотелось заниматься, я часто занимался по 2 раза в день, чувствовал себя очень прекрасно, была энергия, меньше спал. Но через какой-то момент энергия уменьшилась, сила остановилась, но я еще плюс там не так сильно прям как занимался, прям по каким-то системам там выписывал в дневнике, и так надо сегодня прибавить там 100 грамм, в следующий раз еще 100 грамм, хотя говорят, это правильная система, все-таки я занимался, сейчас занимаюсь, больше интуитивно, если я себя хорошо чувствую, я больше беру, если я хорошо, не очень хорошо чувствую, меньше беру. То есть говорят, это неправильная система, но я не профессиональный бодибиллер, я добился каких-то своих высот, я могу просто сказать, что смело переходить на средние, также продолжайте заниматься спортом, бегом, прыжками, водными видами спорта, вы ничего не потеряете, а только приобретете, у вас больше будет энергии, больше сил, больше будет позитивных мыслей, будете настраиваться более легко на тренировке. Если, допустим, человек хочет нарастить мышечную массу, существуют такие вещи, как зеленая гречка, когда вы будете замачивать зеленую гречку в воде, там на несколько часов, она вполне съедобна, вы можете есть, там кому-то не идет просто гречка, может добавлять чуть ручка, чесночка, какого-то масла оливкового, холодного отжима, если там у кого-то вкусовые пристрастия, можете имбирь добавлять туда, через чеснодавку продавливать, петрушечкой чуть-чуть, или солей какой-нибудь маской. Также вы можете также овсянку неочищенную, также размачивать в воде, она размачивается буквально 5-8 минут, это очень быстро, как бы, потому что многие спортсмены, они обычно едят овсянку, вот еще плюс, рис, например, я пробовал размачивать, очень тяжело размачивается, фрукты, овощи, естественно, вы можете есть, это понятно, делать соки различные, очень хорошо на бодибилдинге, яблочно-свекольный сок, стимулирует гормон роста, плюс утром многие бодибилдеры рассасывают чеснок, то есть это известный факт, можете посмотреть, что это дает, каждый день сосёки с утра чесночок во рту, если вы там очень хотите больших результатов достичь, то есть нужно хорошо спать, отдыхать, но я считаю, что всё-таки это все промежуточные этапы, все спортсмены, сыроеды-любители, они при переходе, там, два, первые, два-три года они все занимаются спортом, потом всё-таки оставляют, либо уже занимаются в таком щадящем режиме, если вы профессиональный спортсмен, так же спокойно можете приходить, заниматься всю жизнь, очень много сейчас существует спортсменов, и в ютюбе они лекции читают, и книги выпускают с подробными схемами, механизмами, с упражнениями, очень подробными, то есть, если вам очень сильно интересует, так же я могу какие-то ролики дальнейшие снимать ещё на этой теме, либо вы можете посмотреть в интернете, купить эти книги, скачать где-то, если они в свободном доступе, то есть вы можете экспериментировать, с питанием, смотря какой тип телосложения, эктоморф, мезоморф, эндоморф, то есть зависит от того, если вы там легко мышечную массу набираете, вам надо меньше кушать, там до сладких фруктов, ограничивать себя всё-таки и в гречке, и в веснах, и так далее. Если, допустим, вы склонны похудению, вы можете больше прибавлять, то есть там есть маленькими порциями, там по пять раз, по шесть раз в день. Тренировки не должны превышать 45 минут, и плюс ещё, если у вас превышает тренировка 45 минут, можете использовать какие-то соки, там яблочный сок, апельсиновый сок, смотрите внимательно на свой организм, как он реагирует, там лимонный сок, лимон с водой разбавлять можете, ну, кто-то говорит, мёд там разбавлять, да, на начальных этапах можете пробовать, и мёд разбавлять с водой, да. Ну, я считаю, что он даёт энергию, но всё-таки, в принципе, на рост мышц он никак не повлияет, это как прям больше очистка, как бы такое восстановление, скажем, как геймер. Так что спокойно можете заниматься и бодибилдингом, и бегом, плаванием, и велосипедом, то есть будут какие-то, может быть, кризы очистительные проходить параллельно, то есть вам это надо учитывать, чтобы эти кризы не попали в ваш соревновательный график, когда вы будете соревноваться, выступать, это очень важные моменты, надо их учитывать. Заранее, конечно, старайтесь найти информацию, в интернете сейчас очень много этой информации, ничего сложного на самом деле нету, просто это вопрос времени, вопрос привычки, где вы можете найти такие магазины, где зелёную гречку доставать, овсянку неочищенную, допустим, также важен витамин С, где есть витамин С, витамин С есть в красном перце, очень много его, тот же филхит, его съедает несколько в день, также можете использовать красный перец, пить лимонный сок, либо лимонный сок разбавлять с водой, кушайте на начальном этапе больше зелени, делайте зелёные коктейли, можете в зелёный коктейль какие-то сыроедческие протеины добавлять, коноплянные протеины, я не знаю, как в России, но в Европе они везде продаются, но я думаю, что и в России можно их найти, заказать и так далее. То есть, если у вас есть желание накачаться на сыроедении, это возможно, но, конечно, у вас не будет таких огромных мышц, как наварёное едение, с какими-то там протеинными добавками, тем более здоровыми. Конечно, у вас не будет таких огромных мышц, но приличные мышцы у вас могут быть. То есть, даже классическим бодибилдингом или там бодифитнесом возможно заниматься, если всё правильно сделать, свой график расписать, свой образ жизни правильно сделать, чтобы использовать естественные гормоны, тестостерон, когда лучше ходить в спуст зал, когда лучше спать, как вырабатывается это всё правильно, какие тренировки должны быть дозированные, длительные, какие нагрузки. То есть, существует там несколько сейчас спортсменов-сараедов, которые постоянно читают на эту тему лекции. Одни говорят, там нужно заниматься с большими весами больше, там с малым количеством повторений. Я пробовал и с большим количеством повторений, с малым количеством повторений, чередовал. Главное, чтобы была цель. Происходит какой-то определённый рост, определённая плата, то есть, все тренировки должны быть циклические. То есть, организм очень быстро привыкает и к большим нагрузкам, и к большому количеству повторений. Надо всё время что-то изобретать, как и Станислав Лендавер, есть такой спортсмен, всё время что-то изобретает. Но, скажу сразу, что традиционные методы, они не подходят сыроедам. Всё-таки для сыроедов нужны немножко другие тренировки, что для бодибилдинга, что для других видов спорта. Есть некоторые нюансы, потому что у спортсмена-сараедов быстрее происходит обмен веществ, они быстрее концентрируются, у них нету столько шлаков, токсинов, у них больше энергии, и им не нужно тратить такое количество времени, возможно, для накачки мышц. То есть, тренировки должны быть короткие, на каждую группу мышц, по-три упражнения максимум, и нечасто заниматься три раза в неделю, максимум четыре раза в неделю, то есть, постоянно растягиваться, кто-то говорит, во время тренировки, кто-то после тренировки. Возможно заниматься и плаванием, и йогами, и растяжками. На среднете мышцы становятся такие более гибкие, более эластичные, быстрее восстанавливаются, меньше болят, то есть, очень много плюсов, но, к сожалению, у вас не будет таких огромных мышц, там, бицепсы по 50 сантиметров в объеме, не будет таких рук. Есть сыроеды, очень известные, иностранные, которые, да, у них тело там все прокачано, рельефное, там, ну, больше, там, сорока, там, сорока одного, там, бицепсы вряд ли у них когда-то вырастет, но силы у них очень много, поднимают, они очень большие веса, я не знаю, я думаю, что нет смысла, конечно, такие тяжелые веса поднимать, потому что все это хорошо в норму, так как организм так же изнашивается, будь он там на сыроедении, на фруктоедении, если вы будете каждый день по 400 килограмм поднимать, там, много раз, это не есть хорошо. Мы в конце концов неподъемный кран, это надо прекрасно понимать, что мы переходим на сыроедение не для того, чтобы там убивать организм больше, а мы переходим на видовое питание, естественно, человека, чтобы в дальнейшем духовно развиваться, а спорт это просто второстепенно, то есть мы поддерживаем чисто свое физическое тело, и если, допустим, у вас есть цель поднять очень много для определенных каких-то возможностей, да, конечно, поднимайте, это ваша жизнь, ваш выбор, у вас определенная цель, вы делаете над собой какие-то эксперименты, но для здоровья это не есть хорошо, поднимать такие тяжелые веса, так как все-таки происходит и закисление быстрее организма, и молочной кислоты больше выделяется, и нагрузки на суставы большие, хотя на средине организм человека много выдерживает, терпит, но это все равно все чревато, если заниматься постоянно этим, тренировки должны быть у средов короткие, интенсивные возможно, даже некоторые говорят малоинтенсивные, там надо отдыхать две минуты, кто-то говорит наоборот, высокоинтенсивные, вы сами пробуйте, потому что вам никто не скажет, от чего сто процентов растут мышцы, есть сыроеды, которые говорят надо высокоинтенсивно заниматься, есть сыроеды, которые говорят надо малоинтенсивно заниматься, и так и так правильно, пробуйте один цикл так заниматься, один цикл так заниматься, один цикл со средним весом, другой с легким весом, попробуйте с тяжелым какой-то цикл, потом цикл отдыха идет, Многие сыроеды даже включают голодовки, это очень полезно, после каждого цикла 36-часовые голодовки включают, можно включать каждую неделю голодовки, не бойтесь, что вы потеряете мышцы, ничего не потеряете, организм очищается и с новой силой начинает еще быстрее работать и устанавливаться. Очень много существует различных методик, это очень обширная тема, есть сыроеды, которые выступают профессионально в классическом бодибилдинге, но они, естественно, используют химические добавки. То есть это вообще, конечно, со стороны кажется очень смешно. Я сыроед, но я ем химический добавок, да, но это какой-то компромисс, да, чтобы сыроедение помогало очищать организм, но это не надо кричать на всех поворотах, что я там 100% сыроед, потому что каждый там сыроед, он все-таки старается даже и зубные пасты подбирать органические, биологические, либо вообще их не используют, чистить зубы щеткой там, не моют волосы шампунем, моют просто под водой, там кто-то находит органические шампуни. И так далее. То есть люди даже не просто еду какую-то стараются съесть органическую, чистую, там, да, там, спелую, а еще и снаружи не используют какие-то яды и токсины дополнительные, а занимаясь там бодибилдингом и переходя на сыроедение, продолжая есть химические добавки, я считаю, это неправильно. Потому что, если вы профессиональный спортсмен, у вас есть цель стать вторым Арнольдом Шанс Негером в какой-то своей дисциплине или другим Хусейном Болтом. Да, вы можете продолжать это делать, это все равно будет плюс, но для себя, я считаю, это не нужно. То есть достаточно быть на чистом средине, фрукторианстве, заниматься спортом умеренным, и вы будете себя чувствовать прекрасно, у вас будет много энергии, сил, здоровья. То есть всегда нужен золотой баланс везде. Пробуйте, не стесняйтесь, стремитесь, ищите информацию, пробуйте. Самое главное, чтобы каждая система, она была логична, продумана. И смотрите на тех людей, берите у этих людей сыроедов все самое лучшее, что-то у меня, что-то других сыроедов. Может быть, вы найдете свою какую-то середину, да, потому что однозначной информации нет, как надо переходить А, Б, В, Д, Д, как надо заниматься спортом, потому что у каждого свой график жизни, работы. У кого-то семьи, дети, у кого-то их нет, кто-то обеспечен, кто-то не обеспечен. Вы только для себя берите то, что вы считаете нужным, самое лучшее, потому что я делюсь только своим опытом больше. Занимаюсь все это время на сыроедении. Что еще я могу вам рассказать? Силовые показатели выросли, вес на сыроедении также вырос, мотивация 3 года была вообще зашкаливающей. И когда уже у меня опять начал засоряться организм в сыроедении, потому что я очень много белков ел, жиров больше, чем положено, я специально сделал такой эксперимент, чтобы набрать побольше массы. Сейчас я опять сушусь, потерял уже 12 кг, сейчас я вешаю 85 кг, сейчас хочу полностью избавиться от жира, сейчас у меня другой эксперимент идет, потом я расскажу, что происходит. Пока сила есть, немножко местами бывает слабость, небольшие чистки опять начались периодически, частично выпадают волосы, прыщи где-то вырезают. Но это все не таки чистки, как были раньше, они такие минимальные, скажем так. То есть я хочу полностью избавиться от фруктоедения от жира, посмотреть, что останется. Не знаю, буду ли я серьезно еще потом заниматься культуризмом, но также в любительском стиле. Или все-таки буду переходить на чисто духовные практики, растяжки, медитации, какие-то дыхательные упражнения, то, что меня сейчас больше всего интересует. Естественно, буду делиться своим опытом, экспериментами. Качаться можно много на среднем, организм восстанавливается быстро, тем более, если у вас более чистое среднем будет, вы не будете себя ничем не ограничивать. Постепенно очистить организм, восстановится симбиозная микрофлора, ворсинки в кишечнике восстанавливаются, запустятся внутренние механизмы. И ваш организм будет очень себя хорошо чувствовать, вы будете быстро восстанавливаться. Конечно, таких больших мышц, опять же, повторюсь, не будет, но будет очень красивое тело. Так что дерзайте, занимайтесь собой. До свидания, друзья. Увидимся в новых выпусках.